Столица событий и мнений Не будут давать завтрак Булки вместо каш Мамочки бьют тревогу Пусть бы они уменьшили вот эту порцию каши Со 100 грамм до 50 Но пусть это будет каша Продукты дорожают Меню в школьных столовых меняется не в лучшую сторону Что на самом деле происходит в школах города Нет рыбы, нет работы Первый раз такое было с зимой С 97 на 98 год Девальвация рубля и кризис рыбообрабатывающей отрасли Мы сейчас живем Планирование месяц Месяц прожить Хорошо Шок это по-нашему Все получили и испугались Конечно паника среди предпринимателей Мурманские предприниматели Недовольны базовыми ставками за аренду земли Как говорят истинно где-то посередине Поэтому я считаю Что необходимо договариваться искать компромисс Бизнес-омбудсмен против шумихи в СМИ Отмечу Сказал Владимир Владимирович Что региональные и муниципальные власти Должны действовать в одной повестке Губернатор вмешалась в спор областного Минздрава и мэрии Вынужденные каникулы Эпидемия гриппа буквально накрыла мурманских школьников На сегодняшний день отменены занятия в 9 классах Пяти образовательных учреждений Но полностью приостановлен весь учебный процесс Только в одной школе 49-й Там, чтобы предупредить карантин по гриппу Приняли решение перенести каникулы Дети не будут учиться по 9 февраля включительно В большинстве других учебных заведений Временно закрывают классы В которых заболевает больше 20% детей На территории всей Мурманской области Отмечается осложнение ситуации по гриппу и ОРВ Но хуже всего дела обстоят именно в Мурманске За минувшую неделю к врачам с симптомами вирусного заболевания Обратились более 3,5 тысяч человек Эпидемический порог превышен почти на 44% Наибольшее количество случаев заболевания Зарегистрировано у детей с 3 до 14 лет Тем временем в некоторых детских садах города и области Карантин объявлен из-за роста случаев заболеваемости Острыми кишечными инфекциями Дошкольные учебные заведения не закрывают Но уделяют особое внимание санитарным нормам и правилам А также профилактике ротовирусных инфекций Ухудшение ситуации по заболеваемости острыми кишечными инфекциями Наблюдается в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Печенском и Кандалакшском районах Среди заболевших преимущественно дети раннего возраста По результатам расследования исключен пищевой путь передачи инфекции В основном она передается контактно-бытовым путем При несоблюдении правил личной гигиены Ну и к тому же в учебных заведениях дорожают продукты И меню в школьных столовых меняется не в лучшую сторону К нам в редакцию поступают звонки от встревоженных родителей С 1 февраля вместо полноценного завтрака Ученикам младших классов выдают стакан сока с печеньем Причем это касается не всех учащихся А лишь детей из малоимущих и многодетных семей Увеличение финансирования на питание школьников не планируется А переживать трудные времена, видимо, придется экономя на социально незащищенных слоях населения Людмила Тамбова с малых лет учит своих троих дочек Вику, Соню и Машу правильному образу жизни Девчонки, в пример ровесникам, искренне не любят газировки и бутерброды Зато обожают супы и каши Маш, любишь газировку? Нет Лучше спрятать Результаты воспитания налицо Соня и Вика в этом году ни разу не пропустили школу из-за болезни Учатся только на 4,5, обожают коньки и лыжи Так как семья Тамбовых многодетная, девочки в школе питаются бесплатно, два раза в день Вот только в понедельник, когда дети пришли в столовую, им выдали не тарелки с кашей, а печенье с соком Другие бы порадовались, но не девчонки, которые без того рассуждают о сбалансированном питании, как взрослые Тем самым порой ввергая в шок окружающих Организм требует только полезной пищи, сбалансированной А если есть сухомятку, организму будет очень трудно переваривать эту пищу Скажи, а кто тебе про сбалансированную еду рассказал? Я в книжках прочитала Насколько я поняла из рассказов дочери, что как такового завтрака у детей теперь не будет То есть я сторонник правильного горячего питания детей в школе, каша будет отсутствовать Взамен предложено было с обеда взять булку и стакан сока Вика учится в третьем классе, Соня во втором В ее классе точно такая же история Из завтраков убрали каши, мясо и фрукты Детям учителя объясняют, во всем виноват кризис Нам рассказывали, когда был класс на час, нам сказали, что бесплатником Сразу не будут давать завтрак А платные как питались сегодня? А платные давали не то, что бесплатникам, а завтрак Как всегда? Да Ты расстроилась? Расстроилась? В региональном министерстве образования об изменениях питания льготников не в курсе И предполагают, что проблема возникла в отдельно взятых школах На сайт губернатора на этой неделе поступила похожая жалоба, но уже в другом учебном заведении Там комиссия о нарушении не выявила Но пока к нам в министерство звонков не поступало Вот то, что мы увидели сегодня, это была первая жалоба Мы ее оперативно отработали Цены на продукты, конечно же, они повышаются, если говорить в целом Но уже какие-то закупки, уже договоры определены И закупка осуществляется по ранее заключенным договорам А то, что нормы питания, они не могут быть уменьшены Потому что они идут в соответствии с санитарными нормами И меню согласовывается, 10-дневное меню Поэтому здесь нормы уменьшены быть не могут Финансирование на питание льготников в связи с экономической обстановкой не сокращалось Но и не увеличивалось Из бюджета на ребенка выделяется 90 рублей в день Насколько здоровое меню можно составить, исходя из этой суммы в связи с новыми ценами Людмила Тамбова уверена, в любом случае фастфуд не должен победить Пусть бы они уменьшили вот эту порцию каши со 100 грамм до 50 Но пусть это будет каша Но никак не стакан сока и булка, сухая мятка Дети должны питаться правильно Дарья Монастырева, Сергей Романец, Михаил Мелехов, Арктик ТВ На сайте arcticdefiz.tv.ru открыто голосование Изменилось ли питание в школах для льготников в 2015 году Также зрители канала могут позвонить в редакцию по телефону 70 13 70 И сообщить информацию по теме нашим корреспондентам На этой неделе в Мурманск пришло первое судно с народной рыбой Более 3000 тонн свежемороженной мойвы уже выгрузили в порту А первую незамороженную свежую рыбу мурманчане смогут приобрести на следующей неделе Когда в родной порт зайдет траулер лазурный И во время промысла мойвы в Баренцевом море на борту траулера Произошел несчастный случай Матрос получил производственную травму Двойной открытый перелом со смещением Первую медицинскую помощь пострадавшему мужчине 78 года рождения Оказали на борту рыбопромыслового судна Было принято решение о его госпитализации Судовладелец направил обращение в северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ На запрос спасатели отреагировали быстро В течение нескольких часов больного госпитализировали на дежурное судно Пурга В районе острова Западный Кельдин и доставили в порт Мурманск Там пострадавшего уже ждала бригада медиков В этот же день мужчина был прооперирован Когда поступил сигнал, капитаны связались, оценили ситуацию И было принято решение максимально быстро доставить больного в порт Мурманск Поэтому спасатель быстро подошел к рыбопромысловому судну Лазурный Значит, травма оказалась достаточно сложной На катере невозможно было передать больного Поэтому суда пришвартовались и передали больного уже в более спокойных условиях Первым на промысел Мойва отправился большой рыболовный траулер Янтарный В Мурманском порту карельское судно встречал Денис Прокопенко Янтарный начал промысел 12 дней назад Его экипаж первым вытащил трал с первой в этом году Мойвой И вот теперь привез груз народной рыбы в Мурманск Отсюда она разъедется по всей России Заказчиков хватает Не смущает даже то, что первый улов мелковат Рыба хорошего качества, размер обусловлен тем, что время может быть немножко рано Она может из-за этого поменьше Но впоследствии она будет уже крупнее, нагуляет вес и так далее Думаю, следующий груз уже будет рыба большего размера Жирная рыба, да еще и с икрой, пойдет в конце февраля-начале марта Впрочем, промысел в этом году все равно проблемный Виноваты погодные условия Частые штормы на рыбалке сказываются негативно Тем не менее, свои 3083 тонны рыбы Янтарный выбрал В порту у нас встретили, так скажем, хорошо Причалу поставили сразу После оформления началась выгрузка Надеемся, что порт так же эффективно сработает, как мы Выгрузит нас в кратчайшие сроки Для того, чтобы мы пошли продолжать мою вину, Путину Первая народная рыба в Мурманский порт прибыла мороженой Морозили прямо на борту Янтарного, на фабрике Здесь же паковали в брикеты по 16 килограммов каждый В таком виде придет большинство из выловленной по квоте Мойвы Покупателям-сетевикам она обойдется в два раза дороже охлажденки 69 рублей за кило Дешевой охлажденной рыбы в этом году будет лишь около 1000 тонн Я буквально вчера разговаривал с директором одной из компаний Сбергнорд наших, да, это Касаткин Виталий Петрович У него у одного осталось судно, которое может привозить охлажденную Мойву в танках И вот ожидаем в конце следующей недели подход Вот он обещает, что у него есть договоренность с двумя фабриками И по дешевой цене рыба, охлажденная Мойва, появится в магазинах А Янтарный в новый рейс уйдет уже через 4 дня Если, конечно, с разгрузкой не возникнет проблем Следующие суда с народной рыбой в порт Мурманска прибудут в конце этой недели Вот только Мойва, которую доставили на Мурманский берег, рыбообрабатывающий отрасль не спасет Фабрики в рыбном порту простаивают без дела Рыбы нет из-за кризиса и девальвации рубля Рыбакам куда выгоднее вести улов к тем же норвежцам В эту холодильную камеру хоть сейчас готовы принять 400 тонн рыбы Сотрудники хотят работать, получать зарплату, кормить семьи Но рыбы нет На моей памяти работаю в рыбсбытии я 35 лет Первый раз такое было с зимой, с 97 на 98 год Когда было очень тяжелое положение в стране Мы уходили на Новый год, у нас на остатках была одна коробка рыбы На весь холодильник И вот сегодняшняя ситуация, очень плачевная Вместо 2000 с лишним тонн пустое место Из 9 холодильников компании загружены только 2,5 И это запасы Флот расположен в Норвежской зоне Сейчас там ловится, там сдается, туда же увозится Те цены, которые в валюте пересчитаны в рублях Это далеко за 200 рублей Рыбакам, они прекрасно понимают, что здесь по такой цене спрос катастрофический упал Не видят смысла сюда везти ее Мы остались без сырья фактически У нас сейчас процентов на 50-60 снижение Нет сырья, нет переработки, нет рыбы на прилавках Доля поставок этой компании в розничную сеть Мурманска примерно 30% Треска, пикша, палтус, окунь, зубатка, камбала Сейчас, скажем так, вот тот рост розничных цен, который в магазинах Он пока еще не догоняет рост оптовых цен Мы сейчас живем, там, планирование месяц Месяц прожить, хорошо Эта небольшая фабрика по рыбообработке существует с 2011 года Коллектив постоянный 50 человек Текучки практически нет Шести дневка, рабочий день по 8 часов в две смены Но теперь, уже которую субботу, у работников вынуждены выходной Пусто не будет, пусто будет в пятницу Потому что завтра доработаем все охлажденное сырье Пока не знаем, что мы будем делать в пятницу Люди, конечно, переживают Это скажется на их заработной плате На общем достроении, естественно, это тоже сказывается Кому хочется работать без уверенности в завтрашнем день Основное сырье на фабрике охлажденка Которую поставляли суда прибрежного лова Раньше, если не хватало, замещали мороженой рыбой Теперь и ее нет Выход, говорят владельцы, пока видят один Как кончатся запасы, покупать сырье придется дороже А, соответственно, и продавать Все это напрямую отразится и на ассортименте, и на ценниках в магазинах Виталий Шувалов, Родион Нестеров, телекомпания «Арктик ТВ» Мало того, что нет рыбы, так еще и земля для предпринимателей стала золотой У некоторых платеж уже в этом году вырастет кратно Инициативная группа начала сбор информации Также готовится текст открытого обращения в защиту бизнеса Под занавес 2014 года местный совет депутатов принял новую методику расчета аренды за землю На смену кадастровой стоимости пришла базовая ставка Научное обоснование предоставили питерские эксперты Впрочем, стричь всех под одну гребенку не стали Придумали понижающие коэффициенты Со своей стороны комитет имущественных отношений обещал с каждым разобраться индивидуально Не успел Шокированные цифрами арендаторы бросились собирать подписи под открытым обращением Чуть ли не к президенту Экономическое положение предприятия ухудшается В стране кризис, хозяйственная деятельность тоже так сжимается Потребительский спрос падает Начали искать ответы, как так мы должны платить больше, причем в разы В разы, по некоторым объектам У нас по одному объекту реально рост в 60 раз в следующем году будет В этом году в 30 Задались вопросом, как Начали, я кинул клич Сейчас люди пишут, пишут активно Судя по цифрам, базовая ставка больно ударила по владельцам складских помещений Производству и сервисным компаниям Так, например, принадлежащий группе компаний ТПК Севрыба Пятый холодильник в рыбном порту Теперь стал золотым При том, что в последнее время он пустует По новой методике, утвержденной советами депутатов города Мурманска Мы должны заплатить более 1,2 млн рублей То есть, так же, как и все предприниматели Мы не видим экономического расчета И подтверждающей документации в таком росте То есть, с чем связан рост, не очень понятно То есть, может быть, какие-то полезные ископаемые нашлись у нас под... У всех сразу? У всех сразу, да, в городе Мурманске Либо что-то такое экстраординарное случилось, что ставка выросла просто в разы Логику властей понять можно Аренда за землю составляет значительную часть бюджета В прежние годы, когда предприниматели оспаривали кадастровую стоимость своих участков в суде Казна регулярно недополучала доходов Теперь вопрос, где взять деньги, головная боль арендаторов Автозаправки спецтехнологии – чисто мурманский проект Вот уже 12 лет местные трейдеры успешно конкурируют с федеральными брендами Бензин плюс магазин и чашечка кофе в дорогу Хороший бензин, приемлемые цены Ну и кофе можно попить, перекусить Внешне все как прежде Приветливые сервисы, цены на бензин даже чуть ниже декабрьских Только менеджмент компании уже начал бить тревогу Как дальше выживать в таких жестких условиях? С нового года здесь обсуждают не колебания курса валют и биржевой котировки А новые ставки за аренду земли Которые выросли по сравнению с кадастром в 15 раз Даже с мультипликатором 0,5 Получается, что платить придется в 7 раз больше Все получили и испугались, скажем так То есть, конечно, паника среди предпринимателей Мы не хотим митингов, мы не хотим каких-то конфронтаций Мы хотим просто, чтобы каждому предпринимателю города Мурманска У нас не такой большой Тем более предприниматели, которые на рынке давно Которые благонадежные Просто обратили на нас внимание И в индивидуальном порядке с каждым пересмотрели эту аренду Продавцы бензина сетуют Мы уже все, что могли, оптимизировали На станции работает 130 человек 99% это женщины Матери, воспитывающие детей Им обещали индексировать зарплату А теперь, как бы не сократили Такого повышения мы, конечно, не ожидали Сейчас все наше бюджетирование Оно просто ни к чему Потому что такого повышения мы, конечно, не ожидали И в то же время, понимаете, все выходим И выходите, я хожу в магазин И видим, как цены растут И понимаем, что нашим сотрудникам тоже же надо повышение И мы, конечно, сейчас настолько в подвешенном состоянии Потому что состояние безвыходное Платить надо Индексацию делать надо Матерям надо кормить детей А в итоге-то с чего? В поисках выхода бизнес-сообщество Не стремится лезть на баррикады Пока свои выводы активисты строят на данных Полученных только от 30 компаний А арендаторов несколько сотен Не факт, что в итоге собственного расследования Арендаторы станут писать письмо президенту Тем не менее, предпринятые ими шаги и дискуссия на интернет-форумах Уже дали свои плоды Игорь Морарю, полномоченный по правам предпринимателей При губернаторе и депутат Мурманского гурсовета Уже пригласил активистов принять участие в работе комиссии гурсовета В качестве полноправных участников Первое, это еще раз обращаюсь ко всем предпринимателям К которым приходят новые платежи Это отправлять все документы на мой сайт mb51.ru Дело в том, что аргументировать свою позицию Необходимо с цифрами в руках И я считаю, что, конечно же, необходимо достигать компромисс Между предпринимательским сообществом и администрацией города Вот, как говорят, истинно где-то посередине Вот, поэтому я считаю, что необходимо договариваться, искать компромисс Особенно это касается, вот с точки зрения поступивших уже обращений Реального сектора экономики, в частности, наших производств У нас и так не очень много, на самом деле И каждая на вес золота Как защитить российскую экономику? Какие меры можно предпринять и на федеральном, и на региональном уровне? Этой теме было посвящено оперативное совещание губернатора Мурманской области С руководителями исполнительных органов государственной власти Губернатор подчеркнула, что в Мурманской области Основными направлениями должны стать поддержка импортозамещения Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Снижение напряженности на рынке труда Поддержка эффективной занятости Оптимизация бюджетных расходов Говоря о мерах, направленных на активизацию экономического роста Марина Ковтун выделила возможность снижения контроля Для индивидуальных предпринимателей До какой степени это налоговую нагрузку снижать Ну и, конечно, обратной стороной медали Уменьшение поступлений налогов в бюджет То есть нам нужно пройти между Сцилой и Харибдой В принятии такого рода решений Региональная программа капремонта в Мурманской области заработала Жителям пришли первые квитанции Не обошлось и без сложности И больше 13 тысяч ошибок Наделали сотрудники, рассылая квитанции жильцам В фонде капремонта возникшие проблемы осознают Но сделать с ними в ближайшее время ничего не могут Нет базы данных ответственных жильцов в домах Да и закон замедляет работу В планах отремонтировать более 50 лифтов в многоэтажках В Александровске, Пушном, Мончегорске, Кировске Некоторые дома подрядчиков уже выбрали Среди проблем не разбериха с квитанциями Она возникает из-за того, что нет полных данных по домам Быстро решить этот вопрос не получится Поэтому все, что остается людям, звонить с претензиями на горячую линию фонда То же касается и выбора банка, через который производится оплата Конкурс выиграл Россельхозбанк, но все условия соблюсти не смог В результате сейчас в фонде капитального ремонта пытаются решить Работать с этим банком или нет Готовятся документы всевозможные Потому что несколько раз мои письма, обращения в этот банк Дальше встречи не дали пока результатов Для того, чтобы банк увеличил приемную сеть За счет терминалов установки или может открытия филиалов Или еще быть, может быть, вопросом, связанным с наемкой финансовых агентов Которые бы за него собирали Ну, например, Почта России Проблемы могут возникнуть с квитанциями не только за капремонт Жителям региона следует внимательно отнестись К передаче показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии На территории Мурманской области сменился гарантирующий поставщик Показания за февраль необходимо будет передавать уже в коллатом энергосбыт Делать это следует только тем потребителям, которые получают отдельные квитанции от гарантирующего поставщика Компания внедряет различные каналы для передачи показаний Подробности будут указаны в квитанциях Подразделения «Атомэнергосбыт» успешно зарекомендовали себя в Курске, Твере и Смоленске Помимо этого, энергосбытовая компания, входящая в состав концерн «Росэнергоатом» Обслуживает предприятия атомной отрасли в нескольких российских регионах Смена гарантирующего поставщика не повлечет за собой существенных изменений В процессе организации энергосбытовой деятельности А также не повлияет на тарифы Вопрос о создании единой областной станции скорой медицинской помощи Вызывает противоречивые оценки и мнения На этой неделе губернатор Мурманской области высказала свое мнение По поводу проекта областного предприятия скорой помощи Которое по замыслу авторов должно объединить все подстанции скорой помощи Центр медицины «Катастроф» и Мурманскую городскую больницу Абоненты этого решения считают, что проект объединения сырой Он может привести к сокращениям и внести неразбериху в работу оперативной медицины Кроме того, инициаторы объединения не учли замечания всех участников проекта А многие заинтересованные стороны даже не знали о том, что их ведомства ждут серьезные перемены Губернатор попросила министра здравоохранения Мурманской области Подойти к этому проекту очень серьезно и комплексно Я, Валерий Геннадьевич, прошу вас подойти к этому проекту А я рассматриваю процесс передачи или возврата полномочий в области здравоохранения Как проект подойти к нему не просто комплексно, а всеобъемлюще У вас должен быть этот проект с учетом всех ресурсов, которые нам потребуются С обязательным указанием должностных лиц, которые могут его реализовать Со сроками реализации Он должен быть полностью просчитан А это значит, необходимо создавать рабочую группу Садиться за этот стол переговоров И подойти к этой проблеме комплексно, а не фрагментарно И позже министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин Прокомментировал ситуацию вокруг объединения служб скорой помощи Он подчеркнул, что решение по вопросу еще не принято Так что министерство готово к открытому диалогу с муниципальными представителями Однако, по сути, оптимизацию уже не отменить И связано это с изменением источников финансирования Министр заверил, что ни один из работников медицинских учреждений не потеряет рабочее место Окончательное заключение рабочей группы будет известно уже через несколько месяцев Ввиду того, что законы у нас меняются Источник финансирования данного вида помощи изменился Раньше это оплачивалось с областного бюджета Сейчас, как вы знаете, у нас все медицинские организации Финансируются по одноканальному финансированию За счет средств обязательного медицинского страхования И вот эти расходы также должны идти за счет средств обязательного медицинского страхования В связи с этим связано то, что мы сейчас рассматриваем На этой неделе пассажирский автопарк медицинских учреждений пополнился машинами Вместо старых буханок на вызовы теперь будут ездить новенькие отечественные «Лады» Максим Галямин продолжит Парк «Карет скорой помощи» обновили еще в прошлом году Но медицинская служба – это далеко не только амбулатории на колесах Спецтранспорт нужен и для того, чтобы возить врачей на вызовы и больных детей в стационары С этой задачей справятся и легковушки, которые не только комфортнее у леновских внедорожников Используемых для этих нужд ранее, но и в разы надежнее К тому же в министерстве успели закупить автомобили по старой докризисной цене Всего закуплено 19 машин на общую сумму 9,4 миллиона рублей Там у нас есть и микроавтобусы, и два УАЗика есть, да Но, как видите, это не машины скорой помощи, которыми мы последние три года занимались Машины скорой помощи мы полностью парк обновили Поэтому сейчас занимаемся санитарным автотранспортом, который работает на другие неотложные нужды наших медицинских учреждений Новые Лады заменят на службе старые УАЗы, пробег которых приближается к миллионной отметке Такие больше стоят в ремонте, чем служат С партией новой техники, помимо отечественных малолитражек, получили и белоснежный микроавтобус ФИАТ Он займет место в поезде здоровья, который колесит вместе с медицинскими специалистами по труднодоступным населенным пунктам Эти автомобили будут использоваться для всех учреждений, каждое учреждение по одному, по два автомобиля будет В основном это поликлиники, взрослые, детские На этих машинах будут возить либо врачей на вызова, либо обслуживаться кабинетом неотложной помощи в поликлиниках Деток из поликлиник, из детского дома ребенка, из стационара на консультации в МДЦ, в другие стационары для проведения каких-то исследований Также доставка лабораторных анализов в лаборатории Через несколько месяцев в Министерстве здравоохранения ждут вторую партию транспортных средств Всего же пассажирский автопарк предприятия пополнится 30 новыми автомобилями Половина из которых будет ездить по региональным дорогам, остальные распределят по медицинским учреждениям областного центра Как звучит швабра или гимнастический обруч? Ответ на этот вопрос знает Владимир Финкель, художник, музыкант и столер по профессии Уже много лет он создает японские флейты, они называются секухати, из самых причудливых материалов И сам же играет на этих экзотических инструментах Все флейты разные, поэтому и Норрес приходится полчаса приноравливаться к каждой, чтобы заставить ее звучать Потник художественного музея Владимир Финкель – личность неординарная И дело даже не во внешности, а в увлечениях, которым посвятил себя мастер во многом благодаря живописи и пению птиц Моя работа, последняя работа, я здесь уже больше 15 лет нахожусь, находится в сквере, где очень много птиц Прилетает зимой, прилетает сверестель и лета их очень много И птичье пение, видимо, в какой-то степени подтолкнуло к этому Да так, что Владимир Маркович забросил все остальные увлечения – астрономию, стихи, рисунки В итоге пришел к музыке К тому же под руку удачно подвернулся борщевик Как оказалось, это отличный материал для японской флейты Секухати Впрочем, на этом Владимир Финкель не остановился А потом началась стихия Была найдена на свалке бамбуковая удочка, появилась бамбуковая свирель Был найден гимнастический обруч, выброшенный опять же на свалку Появились вот такие флейты Полиэтиленовые Потом пошли в ход все трубки Здесь их очень много собрано Разного диаметра, разной толщины, в основном вот такие из-под швабр обычно В его коллекции есть флейты, сделанные из шланга-пылесоса И даже сборные модели, где роль резонатора выполняет обычная елочная игрушка В один момент паноптикум так разросся, что часть инструментов даже пришлось уничтожить Теперь их около двухсот Настроиться нужно на каждую флейту, поэтому сейчас, может быть, не совсем получается все, что хотелось Но каждый экземпляр постоянно дорабатывается Именно поэтому на инструмент нанесено множество пометок и надписей Например, три семерки значит, что свирель почти идеальна Тут же записаны мелодии, которые под силу исполнить на том или ином экземпляре Для создания самой нехитрой флейты из невесомого борщевика достаточно и 10 минут работы обычным ножом Но совершенствовать каждую свирель можно бесконечно Если я устаю на работе, а я с собой ношу, как правило, 3-4 флейты Я ухожу куда-нибудь в тихое место, достаю флейты и восстанавливаю свои силы благодаря вот этим вибрациям Свои свирели Владимир Финкель называет ласковой сиринги Ведь история происхождения флейты связана с мифом о пане Который влюбился в прекрасную нимфу Ну а звучит инструмент, вдохновленный любовью, лучше всего на лестничных проемах И в просторных помещениях Вот где у нее тоника, бог его знает, можно играть бесконечно Мы прервемся на небольшую рекламу, смотрите во второй части программы Аттракцион политической недальновидности Это депутат Шанин, что он есть, что его нету Чем депутат разочаровал своих избирателей и кто виноват в том, что североморские тропы превратились в американские горки Класть асфальт зимой Закупит этот асфальт, то у нас хорошие наконец-то дороги будут Мурманские дорожники тестируют новую технологию Следственный изолятор подорвал здоровье Михаила Егорина Давление последние две недели 180-160 100-120 нижние, пульс 100 Экс-директора Мурманского Доканала не выпустили из СИЗО Сказка по телефону Произнести волшебные слова «сказка по телефону» И библиотекарь в течение 15 минут почитает сказку или отрывок из нее Новая акция от сотрудников детской и юношеской библиотеки Вы смотрите итоговую программу «Столица», мы продолжаем Скандал со сменой компании подрядчика по уборке снега в Североморске Из области коммунальной переместился в область информационную и отчасти политическую В итоге судебный иск к одному из мурманских сайтов со стороны администрации ЗАТО Фальсификация онлайн-голосования в интернете И недовольство избирателей своим депутатом в областной думе Юрием Шадриным Наши корреспонденты подробнее Уже после драки вдруг неожиданно решил помахать кулаками депутат областной думы от Североморска Юрий Шадрин Он заявил, что проштрафившийся пилон чисто не порочен, как снежинка Причем сделал это народный избранник с помощью интернет-ресурса, который администрация зато улечила во лжи Депутат Шадрин, что он есть, что его нет А то, что с пилоном нашли общий язык, но с обыкновенными жителями они не могут его найти, чтобы люди были довольны Поэтому Шадрин, что пилон, они просто-напросто бездействуют Может быть депутат редко бывает в своем округе, иначе он бы обратил внимание на знаменитые североморские трапы, которые сегодня больше напоминают американские горки Упасть на нем проблем нет абсолютно Особенно повыше, если взять, там тепловая трасса по низу идет, там лед сплошной, никогда его не чистят, ничего не посыпается Переходить дороги очень страшно, особенно у нас здесь на переходе Бывает занесено так снегом, что даже не то, что спускаться, а подниматься тяжело Буквально этой зимой почистили, наверное, один раз всего Вот сейчас, до этого ходили, как на лыжах спускались Вот так вот было состояние трапа А может быть Юрий Шадрин привык смотреть на происходящее из тонированных окон служебного автомобиля Но даже в этом случае такие кучи снега он не мог не заметить Слышал то, что появились какие-то депутаты, которые там защищают компанию Раньше ДС как-то с этим получше справлялся, который был, а так компания не очень, как автолюбитель, скажу Вот, некоторые пешеходные переходы, вот, например, такие вот, которые нерегулируемые Они как бы перед ними сугробы пешеходов не видно, например, особенно в темное время суток Лоббируя интересы бизнеса, депутат не только не заметил людей за сугробами, но и дал повод сомневаться в своей неподкупности Как и модератора онлайн-голосования в интернете Едва число недовольных уборкой снега стало зашкаливать, результаты виртуального опроса тут же обнулили Надо отдать должное директору Пилона Богданову Он как-то сумел заручиться поддержкой и блогеров, и политиков Куда хуже получается у коммерсанта с выполнением муниципального контракта Я видел вчера, что приехал трактор, полчаса поработал, двор он так сильно не расчистил, как надо было И уехал, все, нагреб кучи, и кучи эти никто никуда не вывез Видимость работы, по словам горожан, управляющая компания производит четко по графику На этом любительском видео отчетливо видно, как автомобиль со снегом, игнорируя запрещающие знаки, подъезжает к заливу Обычно ночью самосвалы, груженные снегом, несмотря на запрещающие знаки, через Приморскую площадь Проезжают в район причала, где скидывают этот снег в большие кучи Потом специальной техникой все это скидывается прямо в залив От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется И специалисты, и горожане от такой услуги за бюджетные деньги Кто бы ее не оказывал, рады отказаться Если честно, компанию не знаю, но очень плохо Казалось бы, в этой истории можно поставить точку Вот только небесной канцелярии не прикажешь Снег идет, в информационные снежки играть поздно Североморскую срочно требуется на работу дворник Тем временем мурманским дорожникам мороз не помеха Асфальт теперь можно класть и при минус 20 Новая технология позволит избежать уже привычной ситуации Когда магистрали города к весне превращаются в решето А ямы латают с помощью кирпичей Где появятся первые зимние заплатки? В материале Максима Галямина Все начинается так же, как и летом Рабочие снимают старое свое покрытие и готовятся к укладке асфальта Но есть несколько нюансов На улице сейчас далеко не май И температура воздуха уверенно застыла на отметке минус 20 Так что специалисты щеголяют валенках и теплых спецов Но в конечном итоге мы нашли технологию, которая испытана в Санкт-Петербурге Закуплена пробная партия асфальта Так называемого холодного Который сегодня мы попробуем положить на одной из самых напряженных магистралей города Для нас очень важно не только испытать его с точки зрения укладки А как он будет работать в условиях такой нагруженности, как Кольский проспект Несмотря на название холодный, инновационное покрытие привозят еще тепленьким В обычных строительных мешках Высыпают на дорогу и плотно утрамбовывают виброплитами По обновленному участку дороги можно будет ездить сразу после завершения работ Первые эксперименты показали, что такой асфальт выдерживает условия ни погоды, ни хуже обычного Мы уже начали такую работу, будем говорить, в Октябрьском округе Мы ряд ям именно согласно этой технологии пробовали уже Сейчас уже прошло два месяца, будем так говорить Результат у нас пока положительный То есть ямы ликвидированы И я думаю, все будет нормально, все будет хорошо И должно получиться с этим Один минус, на Мурманском заводе уникальную смесь готовить не умеют Так что везут асфальт из Петербурга А это автоматически повышает его стоимость на 30% Впрочем, дорогую новинку будут использовать только для текущего аварийного ремонта Чтобы весной городские магистрали не были похожи на кирпичную брусчатку И не будет у нас уже таких проблем с ямами Если решится вопрос на уровне администрации, что закупят этот асфальт То будет у нас хорошие наконец-то дороги будут И мы только рады будем, что выполняют Слушайте, а рабочим сложнее работать с такой технологией или нет? Да не сказать, что сложнее Главное, грамотно все выстроить Все, чтобы людям тоже было удобно Чтобы они тоже понимали, они как бы все хорошо работают У нас мужики-то, конечно, ответственные И все как бы знают, что надо делать Потому что дороги, сами по ним же повседневно ездим Так что тоже как бы так же в них и попадаем В ближайшее время рабочие будут латать ямы И выравнивать колейность на Кульском проспекте Всего же нового асфальта на пробу закупили около двух тонн Так что не стоит удивляться тому, как кладут покрытие зимой Это теперь не нарушение технологии Бывший председатель областной думы Василий Шамбер Остался под домашним арестом Мурманский областной суд ходатайство его адвокатов отклонил Согласившись с доводами прокурора о необходимости оставить все как есть По мнению адвокатов Василия Шамбера Держать мужчину под домашним арестом законных оснований нет Более того, есть причины его выпустить под подписку о невыезде или под залог Например, по словам защитников под домашним арестом Шамбер не может работать, а значит и получать деньги Положенные ему государственные выплаты тоже до экс-председателя парламента не доходят Ссылались адвокаты и на серьезное заболевание Василия Шамбера И на то, что он единственный кормилец 11-летнего сына Тем не менее, суд прислушался к мнению прокуратуры Которая, в свою очередь, посчитала, что причин для послаблений нет Мурманским областным судом сегодня оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба Странной защиты в интересах обвиняемого Шамбера На постановление Октябрьского суда, которым продлен срок домашнего ареста Я полагаю, что судебные решения, как суда первой инстанции, так и суда апелляционной инстанции являются законными, обоснованными, мотивированными И оснований к их обжалованию в дальнейшем не имеется Считаю, что с учетом личности самого обвиняемого, а также всех материалов уголовного дела которые представляют особую сложность вывода суда, являются правильными А на заседании Первомайского суда бывший директор Мурманского водоканала Михаил Егорин обвиняемый в вымогательстве и подкупе, также пытался обжаловать меру пресечения Напомним, с 23 декабря он находится в следственном изоляторе 5 февраля заканчивается срок заключения Михаила Егорина под стражу Но предварительное следствие, которое, к слову, длится уже два месяца ратует за продление этой меры еще на 4 недели Мотивируя тем, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей, бывших подчиненных или, чего хуже, сбежать Ведь Михаил Иванович попытался сделать это при задержании Вот только далеко уехать у шокированного управленца все равно не получилось Он просто врезался в полицейский УАЗ Сидите, присядьте на стул, пожалуйста Вы перекрыли микрообращение Присядьте, пожалуйста Вы оказали сопротивление сотрудникам полиции при исполнении Бывший директор Мурманского доканала, обвиняемый в коммерческом подкупе и вымогательстве более 12 миллионов рублей, еще в декабре прошлого года целиком признал свою вину Но следователи и суд посчитали первоначальную меру пресечения домашний арест слишком мягкой и заключили Егорина под стражу в СИЗО И это при том, что экс-начальник имеет целый список хронических заболеваний и, по версии адвокатов, может просто не дожить до вынесения приговора У него очень серьезные заболевания, связанные с гипертензией и ИБС Это ишемическая болезнь сердца И гипертензия у нее третья стадия Это когда человек фактически не может делать резких движений Когда человек встает с постели, чистит зубы, у него сразу начинается одышка То есть он в любой момент может наступить в тяжелые последствия В накуренной камере, где содержатся обвиняемые, лечить последствия двух инфарктов Один из которых произошел уже после задержания, крайне сложно, отмечает сам Михаил Иванович В медсанчасти изолятора есть проблемы с лекарствами Но самое главное, отсутствует квалифицированная помощь Вместо врача-кардиолога только фельдшер, который работает в будни А по выходным пульс приходится измерять благодаря собственной изобретательности Давление последние две недели 180-160, 100-120 нижние, пульс 100 Даже пришлось в камере изобрести, когда нет часов, способ измерения пульса по телевизору Переключилась минута, стукнул засекайки, Михаил Иванович Несмотря на доводы защиты в пользу домашнего ареста или освобождения под залог Меру пресечения Первомайский районный суд оставил без изменения Защита будет обжаловать решения в вышестоящем органе Но, скорее всего, лечиться и отмечать свой юбилей 65 лет Михаил Егорин будет с сокамерниками в СИЗО На этой неделе столица Заполярья с рабочим визитом посетил руководитель партии коммунисты России Максим Сурайкин Новая политическая сила считает себя полной альтернативой КПРФ На политической арене коммунисты России почти 10 лет Большую часть времени они были зарегистрированы как общественная организация В Мурманской области отделение партии работает несколько лет и пока насчитывает около 200 человек В целом же по стране у новых красных несколько десятков тысяч сторонников В столице Заполярья Максим Сурайкин посетил детский сад номер 93 И по достоинству оценил реализацию городской программы «Теплое окно» А также встретился с заместителем губернатора Мурманской области Анатолием Векшиным И главой города Алексеем Веллером Вы представлены в Борсовете Мурманской Поэтому, наверное, действительно ваши идеи пришлись в какой-то степени По душе мурманчанам И, безусловно, дальнейшее сотрудничество представляется весьма полезным, весьма интересным Повышение цен на продукты, коммуналка и сокращение бюджетников Эти темы в период кризиса волнуют жителей Заполярья больше всего Люди в том числе обращаются и в общественную палату Мурманской области Те, в свою очередь, отправляют обращение на федеральный уровень Где их, возможно, рассмотрит правительство Общественная палата Мурманской области была сформирована в 2008 году В нее входит 45 человек В период кризиса обращений в организацию стало больше Помимо сетований на растущие цены Жалуются люди на сокращение среди сотрудников бюджетных организаций Я должна отметить, что сегодня появились и другие задачи Которым общественная палата, исходя из своей компетенции, должна подключиться И в первую очередь я имею в виду реализацию закона о социальном обслуживании граждан Второе – это проведение процедуры лицензирования управляющих компаний Этот процесс уже наступил Создание системы контроля за необоснованным тарифом, ростом тарифов и цен У нас есть довольно сильные общественные организации, которые занимаются на потребительском рынке контролем, в том числе потребительских цен Контролем за нашими поставщиками, продавцами, сетями Они ведут эту работу и через сами, самостоятельно, через общественную палату Эта информация передается в общественную палату Российской Федерации, которая ее, соответственно, передает в правительство Юрий Мананков в этом году снова стал секретарем общественной палаты Мурманской области Руководство организации назначают каждые два года Общественная палата, на мой взгляд, ее главная задача – говорить о проблемах вслух громко И доводить нужды нормального человека до слуха верху сидящих Например, общественная палата, правда, федерального уровня громко и вслух, заговорила в конце прошлого года Один из ее членов посоветовал режиссеру Андрею Звягинцеву выйти на Красную площадь в Москве, встать на колени и попросить прощения у народа России за фильм «Левиафан» Впрочем, делать этого Андрей Звягинцев не собирается, а пока его «Левиафан», первая официальная премьера которого состоялась в Териберке, где и снималась большая часть картины, одерживает победу за победой На этой неделе «Левиафан» был назван лучшим фильмом года на премии «Белый слон», которую ежегодно присуждает гильдия киноведов и кинокритиков России, а также получил гран-при третьего фестиваля египетского и европейского кино В программе участвовали 66 фильмов, в том числе 12 полнометражных Главный приз, статуэтка «Золотой стоп-джет» отправляется в Россию впервые Таким образом, «Левиафан» еще до российской премьеры, которая состоялась в четверг, собрал множество престижных наград Гран-при 58-го лондонского и мюнхенского кинофестивалей Впервые в истории российского кино «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе Приз за лучшие сценарии на фестивале в Каннах Главный приз кинофестиваля в Сербии Наконец, российскую национальную премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру Также картина Звягинцева выдвинута на британскую премию «Бафта» и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» До этого «Оскар» в Россию привозил только Михалков с картиной «Утомленные солнцем» Впрочем, по количеству наград Звягинцев уже обошел своего соотечественника Приехали научить студентов, не нашлось чему учить В Мурманском колледже искусств на этой неделе завершился необычный проект На три дня преподаватели передали свои обязанности коллегам из Норвегии По замыслу организаторов, гости должны были дать серию мастер-классов молодым студентам Но уровень учащихся превзошел все ожидания норвежца Результатом проекта стал большой совместный концерт Не всегда залог успешного концерта – тщательная подготовка Еще несколько дней назад все эти люди не знали о существовании друг друга А сегодня играют на одной сцене Да и не просто джем, а полноценную программу Половина состава – импровизированные группы, учащиеся, преподаватели и даже выпускники Мурманского колледжа искусств Остальные – гости из Норвегии, приехавшие в Мурманск в рамках международного проекта Вот это второй проект, первый проект был очень удачным, очень успешным Был восхитительный концерт струнного коллектива А теперь вот мы сегодня будем смотреть, что получится с эстрадным коллективом Профессиональные музыканты и преподаватели Бендик, Бьерн и Кристо живут в разных городах и ранее не встречались Так что перед ними стояла двойная задача – сыграться не только с российскими студентами, но и найти общий язык между собой Мы не были знакомы до этого понедельника, но сработаться было легко, так как все занимаемся работой с людьми и говорим на одном музыкальном языке Репетировать концерт было некогда, но глядя на сцену, кажется, что музыканты играют вместе много лет Кроме того, гости успели дать серию мастер-классов, но это оказалось непростым делом Норвежцы признаются, когда учителя впервые услышали, как играют ученики, промелькнула мысль, чему мы можем их научить Мы почти не спали эти дни, всего несколько часов Мы должны были готовиться каждую ночь и обдумывать программу для студентов на завтра, но это привычный для нас режим Время совместной учебы пролетело быстро, в итоге учителя и ученики остались довольны Не так это сложно оказалось, на самом деле, и ребята такие общительные, гибкие достаточно в плане программы, багажа и в плане договориться с ними То есть удобно, комфортно, мы себя чувствуем с ними, как-то это так позитивно для всех Мне очень понравились люди в этом колледже, это отличные музыканты, мы повеселились в эти дни, играя вместе Сразу после концерта норвежские гости разъедутся по домам Будет ли продолжение у проекта по обмену опытом, вопрос пока открытый До 28 февраля в столице Заполярья проходит конкурс народного признания «Наш любимый врач» Участие в конкурсе принимают все детские врачи медицинских учреждений Мурманска После регистрации на портале нашелюбимыйврач.рф родители смогут выразить слова благодарности любому врачу Рассказать историю выздоровления ребенка, а маленькие пациенты поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему За все эти действия кандидаты будут получать определенное количество баллов, формируя рейтинг врача За лайк один балл, за отзыв или историю о работе доктора два балла, за детский рисунок пять Все творческие работы автоматически помещаются в раздел галерея и тоже участвуют в конкурсе детского рисунка Конкурс интересен тем, что будут выигрыши и детки, которые примут в этом участие Детки, которые направят свои рисунки за своего любимого врача, они тоже обязательно получат какие-нибудь награды и призы Мурманские малыши теперь могут слушать сказки по телефону Необычную акцию в помощь занятым мамам и папам организовали сотрудники детско-юношеской библиотеки Они решили в год литературы в России подзаимствовать опыт екатеринбургских коллег и теперь читают сказки по телефону Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их гости, а за ними во дворец полетел наш удалец Чтобы в течение 15 минут удержать внимание, а именно столько библиотекарь читает отрывок или целую сказку Нужно обладать не только набором актерских навыков Важно еще и быть смелым, как герой самой захватывающей книги Ведь по телефону очень сложно оценить реакцию ребенка Во всяком случае попробовать надо, мы же не знаем еще, как это все будет проходить, но попробовать надо А сложности есть какие-то? Сложности только в репетиции надо потренироваться, как это все будет выглядеть, как детям понравится еще, кто знает Я думаю, что в этом сложность, как дети будут реагировать на наши мероприятия, на нашу акцию Светлане Бузук выпала нелегкая роль – быть первопроходцем Акция только стартовала, и она пока единственная из шести библиотекарей, кто прошел своеобразное крещение на практике Но Светлана Ивановна уверена, если уж ее взрослые дети с удовольствием слушали про царя Салтана во время подготовки То и маленькие дети на том конце провода не заскучают Мы стараемся увлечь ребенка своим чтением, чтобы ему захотелось прийти, заинтересоваться книгой И, конечно, прийти в библиотеку, оторвать его нужно на некоторое время, хотя бы от посмотра телевизора или от компьютера Давайте сразу начнем, может, первый звонок, давайте сразу начнем читать сказку И правда, не успели мы записать интервью, как раздался первый звонок, даже раньше времени А спустя несколько минут и второй И если сначала у библиотекарей были зерна сомнений по поводу востребованности услуги, то теперь все это уже в прошлом С просьбой могут обратиться как родители, так и сами дети Нужно набрать просто номер телефона 446352, произнести волшебные слова «сказка» по телефону И библиотекарь в течение 15 минут почитает сказку или отрывок из нее, которая заявлена на этот день Читать сказки в детской и юношеской библиотеке будут каждое воскресенье с часа дня до четырех безвозмездно Причем каждые выходные слушатели ждет новое произведение Какое? Не секрет. Список есть на сайте учреждения Кстати, в будущем здесь планируют озвучивать произведения отечественной литературы посерьезнее для детей среднего школьного возраста Единство через культуру На этой неделе в ДК имени Кирова состоялся ежегодный национальный праздник – фестиваль дружбы Молдаване, чуваши, сами, литовцы, евреи и украинцы знакомили всех гостей праздника со своей культурой и традициями Угощали национальными блюдами и напитками Культурных границ не существует и фестиваль дружбы это подтверждает На одной площадке собрались представители 12 национальных общественных объединений Мурманской области Чем богата земля литовская, с гордостью демонстрируют ее уроженцы Изделия из керамики, льна и национальные ленты Они цены для литовца любого каждого Потому что человек приходит в этот мир с лентой и уходит в иноеме тоже с лентой Это такой национальный у нас такой атрибут Литовское культурное общество «Литува» в Мурманской области было создано 23 года назад Тогда несколько единомышленников ради сохранения своих традиций решили объединиться Сегодня в обществе более 300 человек Мы оказались очень-очень давно, кто как, кто-то служил здесь, ребята остались, семьи у них Кто-то по направлению, вот мы по направлению приехали Живем, город нас приютил, город, который воплотил под знамена все общества Видите, как сегодня весело, красочно Я считаю, что лучше города нет, как наш Мурманск О добродушии говорят сегодня представители украинского культурного общества в Мурманске Постоянные участники фестиваля дружбы своим примером показывают, как надо дружить У нас только в хоре Лалеки, семь национальностей Они с удовольствием входят в наш хор Нужно сейчас выступать и больше Потому что, чтобы люди понимали, что Украина была, есть и будет красивая, добродушная, миролюбивая Она такая была, она такая есть, она такая будет всегда Знаете, я не знаю, что происходит, но все мы из одной семьи Из одной, понимаете, корни у нас одни Вот это самое главное Гостеприимные чуваши приглашают к столу и по традиции угощают чувашским квасом Уж они-то знают в нем толк В 90-е в республике производили 80% всего российского хмеля Спустя годы его производство в несколько раз сократилось Но особый душистый аромат хмеля остался неизменным Традиции вот чувашские, чтобы вы пришли в гости Первым делом вам должны налить жван кваса Ну, пиво или квас Вот сейчас мы вам нальем, вы должны выпить квас После этого все разговоры Квас или пиво? Ну, традиции было пиво Пиво было не похмельное, хмельное пиво И пиво с градусом большим Дети даже пили пиво, специально делали для них нехмельное пиво Для дружбы и общения нет преград, подчеркивают организаторы праздника Оттого каждый год под одной крышей собираются люди разных национальностей И говорят на одном языке дружбы В следующем году фестиваль отметит первую круглую дату 10 лет со дня основания С одной стороны мы представляем всей единую российскую нацию А с другой стороны каждый имеет свою специфику Каждый по уникальному интересен И вот это очень важно для того, чтобы мы лучше друг друга понимали И меньше было различных проблем при коммуникациях между представителями разных народов Это основная цель Шалом хаварим, шалом! Здравствуйте, Рюзи добрые! Снежные бойцы готовятся к соревнованиям Юки Гассен, которые будут проходить в Мурманске с 20 по 22 февраля По выходным школьники и студенты собираются на базе молодежного центра Тачивают технику игры и продумывают победную тактику на тренировке Побывали наши корреспонденты Приготовление снежков главного оружия в бою под названием Юки Гассен занимает несколько часов Перед игрой каждая команда должна сделать себе по 90 снежных комков Лепят их не вручную, а готовят на специальных формах Диаметр каждого снежка 7 сантиметров Команда сама делает снежки Заранее в палатку насыпается снег С помощью тепловой пылышки он нагревается До температуры, когда он начинает липнуть Потом мы берем лопатами этот снег, закидываем в формы И формами уже прессуем, и он становится как снежками уже полноценными, круглыми Без защитного шлема на поле вход запрещен Снежный бой только на первый взгляд кажется безопасной игрой На самом деле такие снежки из подтаявшего снега на морозе леденеют После точного попадания на теле могут остаться синяки Если в тебя попадут, то тогда больно очень Но обычно уворачиваемся как-то Вот там в защите стоит, по крайней мере, защитника Ну, в большинстве случаев выбивают первыми Потому что если не будет защитников, снежки не будут поставляться Команда может проиграть Правила японской игры Юки Гассен крайне просты Нужно либо захватить флаг противника, либо выбить как можно больше бойцов на противоположной стороне поля Победителя определяет правильная выбранная тактика снежного боя Двое отвлекают Кто-то прячется, кто-то кидает Защитники нам очень помогали Комки хорошо катали У нас сначала, скорее всего, двух ключевых игроков, которые сидят за первыми блоками Убрать с поля А потом уже, скорее всего, прорываться до флага Соревнования по Юке Гассен пройдут в Мурманске с 20 по 22 февраля Лучшие участники первых трех команд победителей Войдут в сборную города Мурманска И представят Россию на международных соревнованиях в Северной Норвегии Уже в марте в городе Вардио состоится первая игра Юля, а ты в детстве играла в снежки? Ну, конечно, как и все дети, играла, и не исключение А перестала когда в таком возрасте? Да, очень хороший вопрос, я не помню Знаешь, я, кстати, тоже не помню, где-то в школе, наверное Да, да И у нас на этом все, такое увидели эту неделю наши корреспонденты А мы прощаемся с вами Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok